Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приятные новости Ульяновской области принес международный авиакосмический салон МАКС, который состоялся в Жуковском. Мы узнали, что транспортник Ил-76 и на его базе топливозаправщик Ил-78, выпускаемый на Авиастаре, востребованы. Это говорит о том, что у завода должна быть техническая и кадровая готовность к серийному выпуску Илов. И вот сегодня об этом мы поговорим с федеральным экспертом, с Владимиром Владимировичем Гутеневым, депутатом Госдумы, первым вице-президентом Союза машиностроителей России. Добрый день, Владимир Владимирович! Добрый день! Вы смотрели центр компетенции. Какой вывод сделаете? Да, туда придут люди, которые желают получить новую профессию. А мы готовы их научить тому, что нам нужно уже сейчас? Или для этого тоже требуется время и вложение? Вы знаете, вчера мы встречались с участниками мирового чемпионата WorldSkills Павлом Яковлевым. Да, и я должен сказать, что то внимание, которое Сергей Иванович уделяет популяризации достижений, лучших практик, лучшего опыта, и его поручение принять закон о примировании в размере квартиры способно вдохновить и воодушевить молодых людей не только мечтать об дипломе инженера, но и понимать, что если ты состоялся как профессионал по рабочим специальностям, по рабочим профессиям, у тебя есть возможность и в повседневной жизни зарабатывать не меньшие деньги, но и на различных профессиональных ресталищах добиваясь высоких показателей, иметь не только общественное признание, но и существенные материальные стимулы. Более того, вчера с Сергеем Ивановичем, когда уже завершилась встреча с молодыми людьми, с Павлом, мы обсуждали необходимость мотивировать не только победителей, но и наставника, тренера или учителя, который его подготовил. Поскольку конкурс WorldSkills, он предполагает однократное участие. То есть, если ты стал призером, победителем, то в следующем чемпионате ты участие принимать не можешь. И для того, чтобы тот молодой человек, который смог добиться выдающихся результатов, не ушел с этой площадки, а видел перед собой абсолютно осязаемую мотивацию продолжать этим заниматься, но уже в другом качестве, в качестве тренера, наставника, педагога, для этого Сергей Иванович также дал поручение, чтобы были разработаны механизмы, когда наряду с победителем поощряется и тот, кто его подготовил. Ну, в спорте тоже так, да, если там человек становится чемпионом Европы, мира, становится заслуженным мастером спорта, есть рядом заслуженный тренер, который его подготовил. И еще раз возвращаясь к комплексности задач подготовки кадров, не могу не сказать о амбициозной идее сформировать на базе нашего авиационного кластера научно-образовательный центр. В соответствии с национальными проектами, национальным проектом наука, образования, предполагается за три года создать в стране 15 ноций научно-образовательных центров, которые представляют из себя, скажем так, тесное сообщество консорциума вузов и крупных промышленных предприятий. Их называют индустриальными партнерами. Каждый год по пять научно-образовательных центров будут утверждаться советом. В совет входит 20 человек, два председателя. Это вице-премьер Голодец и помощник президента Фурсенко. А членами совета являются министры, в том числе Катюков, ряд представителей общественности. Меня включили в этот совет. Серьезный, высокий уровень. Поэтому понятно, за кого я буду голосовать и за кого будут голосовать мои друзья, которые там присутствуют. Но пять ноций уже в середине августа утверждены. Среди них наши соседи, это нижегородцы. Осталось всего 10. В следующем году 5 и в 2021 году 5. Конкуренция чрезвычайно высокая. Причем наши конкуренты не стоят на месте. Если мы посмотрим на наших соседей Самарскую область, то они подписали соглашение с госкорпорацией Ростех и сформировали уже сейчас региональный научно-образовательный центр, куда вошло 5 вузов и около 20 предприятий Ростеха. В том числе и завод входящего ДК Кузнецов, направление авиационно-космическое, новые материалы. И поэтому руководство области сейчас рассматривает, с кем из наших потенциальных партнеров нам стоит войти в кооперацию по отраслевому признаку, поскольку наибольшим успехом пользуются органично составленные группы вузов из разных регионов. Вот среди тех пяти, которые сейчас обрели статус научно-образовательного центра федерального, несколько таких групп, которые представляют вузы разных регионов. Поэтому нам надо очень хорошо подумать, с кем войти в кооперацию, и наши шансы тогда возрастут, поскольку не только присутствие своих людей в Совете обеспечить несколько голосов, но и грамотно составленная программа, и самое главное, возможность задействовать зарубежных партнеров. И здесь, конечно, очень хорошая база создана Сергеем Ивановичем. Наши тесные отношения с ведущими учеными Германии, Бельгии, кстати, вчера Сергей Иванович проводил переговоры с одним из них, дают возможность использовать синергию от трансфера технологий, в том числе и европейских, на нашу территорию. Это превращается в звонкую монету, рабочие места и в некое комплексное решение, которое повышает конкурентноспособность нашего региона. Не просто так мы на протяжении последних лет всегда в первой пятерке по росту промпроизводства. Не просто так у нас одна из самых низких показателей безработицы в стране. Промышленный потенциал очень значительный, и грамотно использовать его, конечно, это основная задача. Центр беспилотных летательных аппаратов, о котором тоже говорили на МАКСе, основываясь на опыте создания больших самолетов, насколько это перспективное направление для Ульяновской области? Или мой вопрос от дилетанта пальцем в небо? У вас вопрос глубокого эксперта, поскольку это основное направление, которое представляется наиболее важным и с точки зрения обеспечения безопасности, и с точки зрения развития бизнеса. И еще гособоронзаказ, наверное. Гособоронзаказ – это еще одна очень важная тема, и я, пожалуй, начну с него. Дело в том, что президент еще три года нас предупреждал, что пик гособоронзаказа будет пройден, и поэтому необходимо проводить диверсификацию предприятий ОПК, то есть увеличивать объемы гражданской продукции. И президент установил очень четкие цели, которые надо достигнуть. Это до 30%, не менее 30% гражданки до 2025 года, и не менее 50% гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2030. Сейчас удается с некоторым опережением реализовывать указания президента. Более того, Ростех сказал, что он 50% сможет достигнуть не к 2030, а к 2025 году. И поэтому для нас чрезвычайно важны две составляющие. Это увеличение гражданской высокотехнологичной продукции, а второе – это увеличение военно-технического сотрудничества, экспорт оружия за рубеж. У нас это очень неплохо получается. Мы открываем новые рынки, и то, что такая продукция, как Су-34, Су-35, теперь мы говорим уже и о Су-57, это С-400, это ПЗРК, это система радиоэлектронной борьбы и многое-многое-многое другое, позволяет нам увеличивать долю на мировом рынке, не забывая о собственной безопасности, поскольку очень впечатляющие достижения в овладении гиперзвуком. Авангард – это 25-27 махов скоростей звука, Циркон – около 9, и его противокорабельный вариант, я думаю, в ближайшие годы уже будет становиться на действительно крупную серию. Приземление калибров, изготовление их в наземном варианте, позволяет нам, не боясь реализовывать за рубеж, достаточно современную, практически сегодняшнего дня, технику. Теперь возвращаясь к беспилотию. Беспилотие в области коммерции – это очень интересное направление, причем беспилотные системы не только авиационные, но и сухопутные, морские. Что касается боевого беспилотия, то это, конечно, возможность выйти на качественно иной уровень, благодаря тому, что уже сегодня современные двигатели, современная аэродинамика позволяет вести воздушную борьбу совсем на других скоростях, и противоракетные уклонения могут быть гораздо более эффективны, если бы не нахождение человеческого организма на борту. Человек не выдерживает те перегрузки, которые сейчас мы можем достигать. И скорости принятия решения. И поэтому, да, ну, мало того, что скорость принятия решения и достаточно много дополнительного оборудования, жизнеобеспечения снижает ту же самую полезную нагрузку. Ну, не будет кислородной станции, не будет системы катапультирования, много чего может не быть. И благодаря этому боевые беспилотные системы, а их мы сейчас называем беспилотные ударные интеллектуальные комплексы, конечно, это то, что, ну, если не шестое, то седьмое поколение авиации, а я думаю, может быть, даже и шестое, будет базироваться именно на принципах беспилотного, не дистанционного, а даже беспилотного управления, где искусственный интеллект вполне смог бы в условиях радиоэлектронной борьбы и сложности передачи информации даже по защищенным каналам обеспечить серьезное преимущество наших вооруженных сил. Рынок беспилотий оценивается к 30-35 году примерно в 200-240 миллиардов долларов. И я считаю, что абсолютно реально 20-25% рынка оставить за собой. Прежде всего, речь будет идти о тяжелых системах. Нам почему-то больше всегда удается и в области авиастроения удавались наиболее тяжелые «Русланы», «Мрии» изготавливать. Самые лучшие в мире тяжелые вертолеты – это снова российские. И не случайно два глобальных проекта в области авиации, которые сейчас реализуются с Китаем, они касаются именно тяжелых машин. Это совместный широкофюзеляжный пассажирский самолет, российско-китайский, СР-929, и разработка тяжелого вертолета нового, где интеллектуальная собственность России очень весомая. И для нас, конечно, задача, чтобы ряд наиболее существенных и финансовоемких комплектующих оттавливались на нашей территории. 30 рынков беспилотников. Возвращаемся к этому. Ну, рынков на самом деле... 30% рынков. Я думаю, что реально сейчас говорить и ставить в качестве желательной цели процентов 20, и это будет порядка 40-50 миллиардов долларов к 2030 году. И кроме того, я думаю, что и рынок гражданских, коммерческих, беспилотных, воздушных перевозок также будет формироваться. И здесь, конечно, ульяновцы с их наработками по транспортным самолетам и имеющиеся на территории нашей области серьезные силы программистов позволяют рассчитывать на то, что одна из основных точек кластера беспилотия будет находиться на территории именно нашей области. Плюс изготовление композитных материалов. Да, все, в общем-то, собирается. Такая сборка происходит именно здесь, у нас. И в этом, конечно, прозорливость Сергея Ивановича играет... Государственный подход. Ну, хитрый-хитрый такой подход. Расчетливый, хорошего хозяина. Это да. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в нашей программе мы обсуждали развитие промышленности и реализацию национальных проектов на территории Ульяновской области с Владимиром Гутеневым, депутатом Государственной Думы и первым вице-президентом Союза машиностроителей России. До свидания. Удачи. Продолжение следует...